Приветствую вас, Мария. Выход, конечно, есть. Он связан с тем, что вам не комфортно с самой собой. Ключевой момент, ваша ситуация именно в том, что вам не комфортно наедине с собой. Ключевым моментом, на мой взгляд, является также и то, как вы реагируете на различные стрессовые ситуации. То есть, например, в вашей жизни происходит что-то не очень приятное, и вы на это как-то реагируете. То есть, вы реагируете, ну, на мой взгляд, несколько странно. Вот. И, соответственно, на мой взгляд, здесь нужно вот... поисследовать этот момент, да, поисследовать эту историю, поисследовать... то, как вы себя позиционируете, например, в отношениях. Вот. Вообще, как вы себя прицениваете в отношениях. И, соответственно, тогда уже будет, возможно, насколько более полная информация о том, как вам вести себя в дальнейшем. Вот. Сейчас основная проблема заключается именно в том, что вы не способны быть одна, что вы абсолютно не способны быть одна, вам самой собой некомфортно, и... и задумывая все ваши, вот, текущие трудности имеют место быть, то есть вы, а вы в себе что-то не принимаете. Вот. Почему-то. И... вот это вопрос... Это вопрос... эм... Почему вы... в себе вот... эм... не принимаете... эм... чего-то. Почему вы, может быть... эм... себя полностью не принимаете? что вы себе отвергаете, если вы отвергаете и так далее. Это вот то, на что вам, на мой взгляд, нужно обратить внимание. И тогда ситуация будет гораздо для вас лучше, гораздо более для вас, опять же, понятнее вам, кому станет этот комфорт. Это нужно научиться как-то вот с собой, с собой, можно с собой научиться жить. Вот, и если вы научитесь с собой жить, то, ситуация будет для вас развиваться только лишь позитивно. Вот. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, это будет так. Вот. Так что я мог бы предложить вам изучить в интернете, например, психологическую игру. Тупик. Мне кажется, что в какой-то степени вы в нее, в эту игру психологическую, играете. Сейчас, то есть, тут вы нуждаетесь вы о том, чтобы ситуация была безвыходной. Вот, естественно, все это происходит не сознательно. Но вы пытаться в своей жизни поворачиваете так, что она становится безвыходной. И, в итоге, не несете ответственность за то, что в вашей жизни происходит. Вот. Поэтому психологическая игра в тупик. Рекомендуюсь вам для изучения, для того, чтобы в последующем иметь возможность от нее выходить. Выходить. Вот. Иметь возможность от нее выходить. Максимальный адекват. 公 shark, который может быть словами от Baptism. Этоieren… Это… Это… То, что… Я могу вам сказать. Направить. На то, что вы… На то, что вы пишете… На то, что вы… По крайней мере. Это, конечно, новая информация для работы, но на текущий момент, наверное, это все, если у вас основное направление работы, сами, как мне видится, это работа будет принятая сюда. Вот, мне видится такой момент. Вот, конечно, конечно, были совершенно не обязаны этого делать. Понятно, что вы не обязаны работать, но тем не менее. Такой вот, в принципе, я думаю, можно вам дать ответ на этот вопрос, который задают, что выход есть, выход есть. Всегда, всегда есть выход. А лабуна заключается только в том, хотите ли вы, там, например, да, этим выходом воспользоваться. Вот выход на этом, в принципе, все. Я думаю, что на этом можно закончить. Мой ответ вам. Я надеюсь, что два раза это было, как минимум, полезным. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. видео. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация ваша разрешится самым лучшим образом, и вы сможете найти выход из того, что сейчас с вами происходит. видео. Вот. А в любом случае, в любом случае, вы не одна, в любом случае, есть специалисты, которые всегда вам помогут. Но, вот, все здесь, попытается, в то, хотите ли вы что-то сделать для своих изменений, для перемен. Ну, вот. А я вам желаю еще раз удачи, и всего самого-самого доброго. Спасибо. Спасибо.